Национальной идеи как таковой нет. В прежнее время она была. И очень много людей, при всем том, что творилось в Советском Союзе, очень многие были искренне убеждены в этой идее светлого будущего. И отдавали жизни многие за это. И искренне верили. Вот такой идеи сегодня нет. Я ее не вижу. Конечно, за Бога царя Отечества это присутствие тоже хорошее, но все-таки это уже ушло в прошлое. Это национальная идея, куда идти и с каким флагом. Имеется в виду не флаг, триколор российский. С каким флагом мы должны идти, что должно быть в дивизии, что у нас на лбу у всех должно быть написано, куда мы идем. Национальная идея русского человека – уехать из России. Но, конечно, это смешно. Надо просто восстанавливать свой имидж, надо больше доверять себе. И она сама придет к нам. Национальная идея, наверное, нужна, конечно, для движения какого-то вперед, но пока она не найдена. Видимо, они там ищут. И, наверное, не совсем те. И для этого не надо собирать большие умы. Ценности человеческие остались одни и те же. Причем, да, даже если мы берем или Библию, или Коран, которые очень похожи, ценности, собственно говоря, одни и те же. Заповеди чего нельзя делать, заповеди чего надо чтить. Поэтому придумайте, а ее особенно не надо. Есть понятие Родины, которое состоит из понятия граждан, из понятия семьи, отцов, детей, традиций, которые есть, вероисповедания. Я думаю, что сегодня национальная идея должна быть коммунизм без коммунизма, как было при советской власти. Там были замечательные понятия, замечательные отношения. Используя сегодняшний опыт этих 25 лет после перестройки, нужно возобновить самое лучшее, восстановить и дать людям уважение к своей нации, к своей стране, к своим традициям. Мы должны объединить в себе, как в Советском Союзе, все нации. Мы друг к другу не относились, как к таджику или грузину, мы все были советские люди, что-то подобное. Национальная идея – жить хорошо. Вот национальная идея. Хорошо не впроголоть, не снимать, все время сдавать. Жить хорошо. Следить, чтобы не было бездельников в вашей семье. Национальная идея – это, наверное, помнить именно историю своего народа. Вот основная идея. Тогда, наверное, ты понимаешь, чувствуешь на себе, можно сказать, вот эту гордость за века твоему народу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!